Вы стоите перед непростым выбором. Что обновить сначала? Камеру или оптику? Однозначный ответ на этот терзающий многих фотографов вопрос дать очень сложно. Да, мне кажется и не нужно. Я постараюсь дать вам как можно больше информации для размышлений и расскажу, как бы я поступил, если сейчас стоял перед выбором новая тушка или стекло. Для того, чтобы было более понятно, давайте представим, что у меня на руках тоже есть моя первая камера. Пусть это будет Canon R100 с китовым 1840. Скажем, я поснимал с ней достаточно времени, разобрался во всех настройках и чувствую, что мне чего-то не хватает. Кажется, пора обновиться. Но с чего мне все-таки начать? Поменять боди, то есть сменить саму камеру? Или у меня какой-то неправильный объектив? Я буду рассуждать очень просто и буду исходить из моих предпочтений в съемке и моих задач. Моей камеры APS-C матрица 24 Мп. Я могу получать кадры с разрешением 6000 на 4000 с хорошей детализацией. Такого разрешения мне хватит, чтобы распечатать фотографии размером 40 на 50 сантиметров. Ну и, конечно же, этого более чем достаточно для любых социальных сетей. Я люблю снимать портреты и стрит, соответственно, мне хорошо бы, чтобы у меня был автофокус. Для остальных сюжетов у меня всегда есть ручная фокусировка. Автофокус у меня есть, и он неплохо отрабатывает в моем неспешном темпе съемок. Вообще, и с этой стороны у меня все нормально, меня все устраивает. Так, теперь давайте про светочувствительность. У меня тут все не очень хорошо. Хоть производителям заявлено ISO в 12800, на этих значениях камера прилично начинает шуметь. Но, с другой стороны, мне не нужно, чтобы у моей камеры было какое-то ночное видение. Меня вполне устраивает значение до 5000. Теперь про серийную съемку. В этой камере серийная съемка всего 6,5 кадров в секунду. Да, для спорта это не очень хорошо, не подойдет. Но, честно говоря, я понимаю, что этой функцией я пользуюсь редко. Мне хватает того, что сейчас есть в моей камере. Также в этой камере есть возможность снимать видео. Даже 4К и замедленное видео до 60 кадров в секунду, если снимать в 1080. То есть при желании смогу и видео из поездки снять, и даже какой-то влог начать делать, ведь в камере есть разъем для микрофона. Жаль, только экран не поворотный, но для того, чтобы попробовать, тоже подойдет. То есть получается, что мой боди, в общем-то, меня устраивает. Да, он не идеален, и есть моменты, ради которых можно было бы его обновить. Но для себя я решил, что сейчас я смогу справиться и с этой тушкой. Дальше, по мере моего развития, я буду опять смотреть и сверять, всего ли мне хватает и отвечает ли моя камера моим нуждам. Точно так же я рекомендую сделать и вам. Сесть и хорошенько обдумать, все ли вас устраивает в боди вашей камеры. Вы можете даже сделать себе небольшую табличку, в которой вы пишете все нужные характеристики, и тогда наглядно сможете сравнить все за и против вашей камеры. И если вы понимаете, что камера отвечает вашим требованиям, то зачем сейчас ее вам менять? Ответ очевиден. Идем дальше и рассматриваем оптику. А перед тем, как перейти к оптике, давайте немного про обработку фотографий. Какую бы супер-пупер камеру или оптику вы не купили, без обработки никуда. Я хочу вам посоветовать редактор Фотомастер. В нем очень легко разберется даже новичок. Но и для профессионала тут есть продвинутые инструменты для ретуши и цветокоррекции. Я покажу вам функционал Фотомастера на примере обработки портрета. Для начала поработаю с базовой цветокоррекцией. В этом снимке я хочу чуть-чуть уменьшить экспозицию и повысить контраст. Также уменьшу значение в засветках, а тени наоборот подниму вверх. Лицо, мне кажется, стало очень сильно насыщенным. Исправлю это и уберу общую насыщенность и сочность. Мне хочется добиться уютной цветокоррекции в приятных тонах и с немного обесцвеченной пастельной гаммой. Перейду во вкладку цвета и в разделе насыщенность подниму голубой цвет. Это сделает цвет из окна более холодным и явным. Следующим шагом будет ретушь лица. Хорошо, что в Фотомастере есть много удобных автоматических инструментов. Захожу во вкладку «Идеальный портрет» и выбираю пресет «Ясный взгляд». Он поможет сделать акцент на глазах. Немного уберу его интенсивность. Дальше захожу в пластику лица и делаю само лицо немного уже. А глаза и брови увеличу. Совсем чуть-чуть. Все ради того же акцента. Я хочу убрать солнечный блик на задней стене. Он очень сильно отвлекает и смещает внимание зрителя. Выбираю эффект штамп и рисую область вокруг пятна. Потом нахожу максимально похожее место для клонирования. И готово. Несколько последних штрихов. Перехожу в эффекты и добавляю эффект пленочного зерна. Это позволит мне сделать фотографию более фактурной и глубокой. Перехожу в инструменты, чтобы добавить виньетку. Хочу еще больше акцента на модели в середине кадра. Уменьшу слайдер силы, чтобы у меня были темные края. И немного смещу среднюю точку ближе к центру. Скачивайте фотомастер по ссылке в описании и тестируйте в течение бесплатного пробного периода. А полный доступ к программе вы сможете получить со скидкой в 60%. Вся информация о скидке также доступна по ссылке в описании. Теперь давайте поговорим про мой комплектный объектив. Фокусное расстояние 18-45 будет примерно соответствовать 24-70 в 35-мм эквиваленте. Получается, это очень универсальный зум-объектив. Тут есть как и портретная оптика в диапазоне от 50 до 70. Ну и широкий угол тоже присутствует в диапазоне от 24 до 35. И я пытаюсь понять, что мне не нравится в моих фотографиях и что меня не устраивает. И кажется, я понял, мне не хватает открытой диафрагмы. У моего объектива с этим вообще беда. Мало того, что максимально открытая диафрагма у меня это 4,5, так она еще и переменная. Когда я меняю фокусное расстояние с 18 на 45, тогда диафрагма вообще становится 6,3. Да и само изображение не такое резкое, как хотелось бы. Тут дело явно не в боди, а в оптике. Думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Мне пора менять оптику. Мой зум останется со мной. Поэтому логично, что я буду расширяться в сторону новых для меня фокусных расстояний. И, например, возьму один классный объектив того фокусного расстояния, которое я использую больше всего. У меня это 35 мм, что в эквиваленте, кстати, будет около 50. На него я могу снимать вообще все. Как стрит, так и портреты. И визуально именно это фокусное расстояние мне очень нравится. Но диафрагма 5,6 не дает мне максимально насладиться съемкой. Очень часто хочется, чтобы глубина резкости была меньше, и я мог отделить объект съемки от заднего фона. Конечно же у вас, исходя из предпочтений и задач, фокусное расстояние, которое вам нравится больше всего, может быть совсем другим. Также мне в целом не хватает светосилы. Конечно, есть вариант поменять боди на более светосильное. Но, честно говоря, это как минимум звучит забавно. Продвинутая фулл-фрейм тушка с чистой картинкой на высоких значениях ISO и китовый объектив. Я бы таким путем не пошел, а начал с приобретения более светосильной оптики. Причем делал это еще и с прицелом на то, чтобы в будущем, когда у меня будет, например, фулл-фрейм камера, эта оптика тоже ей подошла. Под свои задачи я выбрал несколько классных объективов. Первый объектив, который мне приглянулся, это Canon RF 35 мм с диафрагмой 1.8, со встроенной стабилизацией и возможностью снимать макро. Да, объектив не дешевый, но я возьму его на долгое время. Он подойдет мне как под текущую камеру, так и останется со мной после обновления тушки. И даже если я возьму себе в будущем фулл-фрейм, он все равно мне подойдет. Также мне хочется попробовать чуть более широкий угол, поэтому я выбрал объектив от Seven Artisans. И очень уж хочется попробовать портретник с диафрагмой 0.95 от тех же Seven Artisans. Этот объектив для APS-C матрицы, и не факт, что он подойдет мне в будущем, но желание попробовать что-то новое меня в этом случае интересует больше, чем просто практичность и расчет. Ну и еще роль, конечно же, сыграла цена. Этот объектив недорогой. Думаю, вы понимаете, что я на стороне тех, кто выбирает оптику первой. Но помните, что ваша логика может отличаться от моей, поэтому правильно взвешивайте все за и против, что нужно именно вам. Старайтесь не вестись на маркетинг, ведь новая техника выходит чуть ли не каждый день, и угнаться за ней очень сложно. Да и техника, как вы знаете, не всегда решает. Больше учитесь и развивайтесь, фотографируйте каждый день и, конечно же, самообразовывайтесь. Скоро с вами увидимся. Жду от вас лайка и подписку. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok